Что ж, мы решили стать кайтсерферами. У меня до сих пор руки дрожат, но они дрожат. Всем доброе утро из бассейна Гравитация. Это наш первый выпуск в 2020 году в ВЛОГе. И мы хотим сказать сразу же, что в этом году мы решили посвятить наши выпуски еще одному не менее важному и интересному виду спорта, как кайтсерфер. В общем, в этом году мы решили стать кайтсерферами. И у нас есть план, и мы будем его придерживаться. Так вот, чтобы стать кайтсерферами, по нашему мнению, хотя, возможно, мы изобретаем велосипед, нужно начать заниматься зимой на лыжах и с кайтом, а к воде и доске привыкать здесь, в вейк-парке Гравитация, учиться кататься на лебедке, на доске по воде. Соответственно, наш план таков. Мы будем заниматься пилотированием в первое время кайта на земле и катанием на доске в вейк-парке. Потом мы хотим это к лету все соединить и стать нереально крутыми кайтерами, катающимися по воде. Возможно, это не получится, но у нас есть план, и мы будем его придерживаться. Итак, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Мы в ТЦ Гравитации, как Стас сказал, решили попробовать вейбординг. Что это вообще такое? Пришло это от ленивых серферов, которые запарились ждать волну, поэтому решили, что им нужна какая-нибудь тяга. Изначально они стали кататься за катерами, поняли, что их доски не подходят, сделали их доски более короткими, взяли это от скейта, и так и родился вейк. По сути, это смесь серфинга, скейта и водных лыж. И, по сути, он входит в федерацию водных лыж. Спор достаточно интересный, развитый, за счет того, что тебе необходимо ездить на спот. Ты можешь кататься либо за катерами, либо за электромотором, за лебедкой. И эти лебедки достаточно легко ставить, как в водоемах, так и в каких-нибудь комплексах бассейнов, что позволяет заниматься в любую погоду, что очень удобно. Сейчас очень распространено. В Европе, по прикидке, примерно их около сотни этих вейк-парков уже, в том числе в Москве. Летних вейк-парков очень много на севере. И пока что единственный крытый – это автоцикл гравитации. Вкратце, что нас ждет сегодня на первом занятии, по сути, нам расскажет, как вставать на доску, как поворачивать на ней, на одну ногу, на другую, как сетапиться получается, что делать, если падаешь щами. В общем, это должно быть краткое занятие такое, ознакомительное. Что насчет занятий? Так как крытый сейчас только гравитация, то есть смысл приходить сюда. Вводное занятие стоит 2,5 тысячи. Сюда входит само занятие в районе 50 минут, экипировка вся и тренер. Как будет дальше, мы еще пока разбираемся и скажем уже прайс на постоянные тренировки уже в следующих занятиях. А сейчас пойдем катать. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь первым заедем, пытался делать трейл, но мне сказали, что пока рано, поэтому пока фокус берет. Чутка скорости до Петра, чтобы он сделал зарезку на сальту. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как только я сказал, что Петя молодец, он схватил конта. Первое вводное занятие, так называемое левела позади. Эмоции дохренища. Это реально крутая штука. Небольшой диссонанс после каякинга, если занимались каякингом, потому что там вначале просят выпрямить руки, а ты никаким образом не хочешь выпрямлять руки, потому что плечи говорят не надо. Но в итоге, оказывается, можно чуть-чуть подгибать руки. В общем, много нюансов. Тренер наш Миша очень грамотно все подошел. Постарался не забивать нас изрядной информацией. Дал вообще дофига хороших, полезных советов. Я сегодня сделал даже больше, чем собирался. В принципе, у меня получилось сделать зарезку, разворот, врезаться в кикер, стартануть с бортика. В общем, я доволен. И надо идти еще раз, и еще раз, и еще раз. Надо делать сальту. Ну что, это было офигенно. У меня до сих пор руки дрожат, но они дрожат. Я приседать не могу, нагнуться. Но было очень круто. Я свою главную задачу впиться с щами в воду я сделал несколько раз. И я боялся, что это будет больнее и неприятнее. Но, в общем, было очень круто. Реально сделали много больше, чем ожидали. Думали, так, встанем, покатаемся туда-обратно. А мы тут поразворачивались на ноги. Попробовали поразворачиваться. У кого-то получилось, у кого-то почти. В общем, очень круто. Но первое занятие прям очень физически выматывающее, даже несмотря на то, что там каякин все дела. Нагрузка другая. В общем, понравилось. Обязательно вернемся, будем продолжать. Будем повышать. Вон, у Стасяна тоже руки дрожат. Я вижу, как болтается микрофон. Ну все, до следующего раза. Что ж... Нет. Я это вставлю. Ладно, тихо, осади. Что ж... Ладно. Что ж, подытожим. Нам все понравилось. И мы лишний раз убедились, что нам нужно следовать нашему плану. Какой бы, возможно, безумный он не был. Поэтому в ближайшее время мы собираемся поехать на пилотирование кайтом. Это будет тоже в Москве. Скорее всего, в Строгино. И так же мы собираемся провести анализ того, какие нам нужно купить занятия, чтобы к лету подготовиться к воде и прыгнуть с альтуху. Поэтому сейчас в ближайшее время мы будем подбирать себе нужный абонемент. Начнем ходить в вейк-парк в постоянной основе. Наверное, раз или два раза в неделю. Будем пытаться прогрессировать. И будем это, естественно, в видео фиксировать. И будут появляться небольшие такие видосики, где будем показывать, чего мы достигли, что мы прыгнули, как это происходит, наши впечатления, эмоции. Вот это вот все. Соответственно, параллельно к этому у нас появится наш кайтинг, который сначала будет только пилотированием. Потом мы хотим встать на лыжи, доски и поехать за ним по озеру. Хотели мы это сделать, конечно же, намного раньше, но озера были с водой, а нам нужны со льдом. Поэтому лед, как вот сейчас появится, мы попробуем это сделать. Соответственно, вот эти два линии повествования, которые у нас будут идти всю зиму и начало весны, летом должны соединиться и должно из этого что-то получиться. Посмотрим, что получится в следующих сериях. Спасибо за внимание.